Всем привет, меня зовут Макс, это Ленивый канал. И на самом деле, перед тем, как приступить к своему ролику, я хочу сказать спасибо всем тем, кто подписался на мой канал. Да, извиняюсь уже за употребление слова канал так часто. Ведь слово канал не может быть каким-то ограниченным или редким. Ладно, если серьезно, большое спасибо, ребят, вы смотрите канал. Опять канал. Да, потому что я уже начал думать, что никто не будет смотреть мои ролики. Активность упала, комментариев все меньше и меньше. Мне было несколько грустно, и хоть канал изначально и создавался не для того, чтобы получать деньги, а именно ради удовольствия, тем не менее, это добавляло некоторого уныния в мою и так не самую веселую нынче жизнь. Но Спрокет оживил мои видео, множество комментариев, в принципе терпимые просмотры, то есть нет, могло быть, конечно, и лучше, но я довольный этим. Да и мы набрали 100 подписчиков всего за неделю, что для меня неплохо. Ну а сегодня мы займемся интересным, скажем так, строительством. Сегодня мы строим, опять-таки, на Royal Ways ТОК-2. Да, его заказывали в комментариях. Я решил, почему бы не попробовать. Да, вы уже должны понимать, что это будет не оригинальный ТОК-2. Есть некоторые вещи, которые я не смогу повторить при всем желании. Но я попробую. Да, с этого видео у нас немножко новый формат. Строить я буду в тишине. То есть само строительство будет проходить в ускоренном режиме максимально эффективно, чтобы я не отвлекался. А уже потом я буду давать свои комментарии. Ну что ж, поехали. 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 Ну что ж, господа. ТОК-2. По-моему, на мой взгляд, получилось весьма натурально. Получился огромный, красивый и даже похожий ТОК-2. Я знаю, что здесь слегка другие по форме скосы, но их реализовать у меня не получится. Пока же у нас всё это выглядит неплохо. Осталось лишь ввести броню, и вот тут я сразу должен обозначить. Точных данных по бронированию ТОГа 2 нет. Да, есть данные. Но у нас будет, кстати, ТОГ недобронирован. Потому что, мне кажется, что-то сломало. Да, что-то определённо сломалось. Наш ТОГ будет недобронирован, поскольку банально у нас нет возможности сделать 114 мм на этом этапе войны. Это максимум, что мы сейчас можем сделать. Это вот так, как оно сейчас выглядит. Так. Башня вроде как забронирована на 76 мм. Везде. Кроме крыши, естественно. Но РУФ тоже надо забронировать. Это будет очень неприятно, если нас ТОГ пробьют. Немножко забронируем ринг. Файер пауэр. Кэнон. Ганмаунт. 2 кило ньютона мне нравится. Так. В целом, тут всё неплохо. Бэйс. Шейп. Армор. Так. Давайте всё-таки сделаем немножко получше мотор. Тем более, что места у нас вполне себе достаточно под быстрый поворот башни. Знаете, я, наверное, всё-таки кое-что исправлю. Сделаю это лучше вот так вот. Так, мне кажется, будет немножко покрасивее. Далее. Где-то вот так. У нас все члены экипажа тут. Повышаем. Повышаем до 6. До 6 не можем. Ну ладно. У нас будет ещё и радист. Ну что ж, вот он. The Old Gun. В общем говоря, танк, сделанный по всем канонам Первой мировой, который должен был отправиться крушить немецкие танки Второй мировой. Получится ли у нашего образца это сделать? Вряд ли. Справит ли он с Королевским Тигром? Точно нет. Но давайте попробуем. 83 тонны. Наш здоровяк весьма неплох. Знаете, что самое забавное? Ведь, если бы это было просто проектом, в этом не было бы проблемы. Но нет, это не проект. Эта штука была построена в одном экземпляре. А самое интересное, что мы, проектируя его в таком виде, почти попали точно в его тоннаж. 83 тонны против оригинальных 82,3. Удивительно. Значит, наш танк, правда, слегка похож. Ну, бой! Ага, у нас все-таки нет радиоантенны. Сейчас мы это добавим. Давайте куда-нибудь сюда. У нас шустрая башня. Получилось неплохо. И сам танк шустрый, по-моему, я переборщил. Нет, я честно скажу, танк должен был гонять на электродвигателях, так что неудивительно, что он мог бы быть быстрым. Вот только у нас он слишком быстрый. А наша 17-функтовка неплохо справляется. Да, это была попытка собрать 17-функтовку. Но нет, только я сказал, что она неплохо справляется, и как мы тут же... Да, вот кромзили, да. Мы тут же не смогли то ли пробить, то ли нанести дошли на урон. С кромтильдами мы справляемся на раз. Да, иронично, что мы воюем против британцев. Наша монструозная конструкция имеет только одну проблему. Она почти не поворачивается. Но она разгоняется до приличных скоростей. Мне даже интересно. 25 километров в час. В целом, нормально. Мне нравится. Давайте еще раз. Мне хочется увидеть других противников. Надеюсь, здесь будут снова некромтильды. Да, касательно внешнего вида. Эти вот пластины с клепками я добавил исключительно для внешнего вида. Они ничего не дают вроде бы как. Да, это другие противники. Это... Вау. Вау. Нас взорвали. Ну, что ж. Повод еще разок сгонять. На бронепластины не дают дополнительной брони. И, как и, собственно говоря, наши экраны. И да, экраны у Того-2 были немножко другими. Но я сделал так, как сделал. Мне нравится внешний вид этих экранов. Да, и гусеницы получилось сделать достаточно аутентичными. На мой взгляд, по крайней мере. Так. Инноватор. А вот это... Это, по-моему, тот самый Man of War. Надо отступить. Нам променил мотор. Отлично. Да, это Man of War. Тяжелый противник. Мы снова в том же бою против тех же противников, что не может не радовать. Отлично. Инноватор подбит. Не приближается. Интересно, что за танк в основе этого инноватора? Давайте подойдем поближе и посмотрим. Да, прошу прощения за звуки ВКонтакта. Я, к сожалению, просто забыл исправить звуки. Я обычно выключаю. Но перезаписать весь видос из-за того, что я пару раз накрепил со звуками, будет неправильно. Я... Я не могу сказать, что это серьезно. Просто не могу. Ладно. Что ж, с вами был ТОК-2. Если вы хотите что-нибудь на базе ТОК-2, к примеру, какую-нибудь монструозную САУ. Или, допустим, модернизацию ТОК-2, то есть что-то более современное. Там, допустим, ТОК-2 со 120-миллиметровой длинноствольной пушкой прогрессивной башней. Или ТОК-2 с рациональными углами наклона лобовой бронеплиты. Не знаю, пишите. Мне нравится экспериментировать в этой игре. Мне нравится пилить для вас эти видосы. Но пока что на этом все. С вами был Ленивый канал. Это был Макс. И надеюсь, мы снова еще увидимся. Я думаю, что еще эту неделю я точно позанимаюсь с прокитом. Может быть, разбавлю контент парой видео о корабликах. Но это как получится. До встречи в новых видео. Пока.